В начале 1930-х годов Сталин получил абсолютную власть. Все его бывшие политические враги были либо изгнаны, либо покаялись. Никто ему не угрожал, и поэтому шоком для многих и до сих пор стал большой террор конца 1930-х годов, который не имеет никакого рационального объяснения, не имел никакого смысла, но, тем не менее, произошел. Все так? Плюс. Всем добрый день, здравствуйте. Эта программа у нас посвящена Иосифу Сталину, а конкретно Большому террору. Совершенно фантастические страницы будут разворачиваться перед нашим взглядом, фантастические, по мнению современников, впрочем, тех немногих современников, которые могли оценить масштаб происходящих событий, будучи в них вовлечены. Кстати, по ходу программы мы одного такого современника послушаем. Ну, а рассказывать о происходящем в СССР в 30-х и не только будет петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Марк. Я Марк Нуждин, и вы смотрите канал Ищем Выход. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, делайте донаты. Ну, и давайте начнем вот так вот сразу, краткое содержание предыдущих серий. Мы уже рассказали, как товарищ Сталин проводил свою политику коллективизации и индустриализации. Ну, и для этого нужно было не только финансовое, не только ресурсное, но и человеческое топливо. Но, тем не менее, до середины 1930-х годов никто не мог представить, что начнется вот такой масштаб этих репрессий, потому что свои социальные эксперименты Сталин уже более-менее завершил с коллективизацией, с индустриализацией. Он уже провел съезд победителей, 17-й съезд, на котором провозгласил, что главные цели уже достигнуты, теперь все только хорошо и лучше становится, враги все повержены. Поэтому объяснить как-то рационально, что вдруг случилось в 1936 году, когда надо было начать убийство сотен тысяч людей, причем, ну, в том числе и ближайших соратников, и верных ленинцев, и верных сталинцев, потому что больше всех, конечно, сталинистов убил лично товарищ Сталин, ну, не то чтобы там с пистолетом ходил, но непосредственно всем этим руководил и занимался. И рационального объяснения нет до сих пор. Уже скорее в том, что в настоящее время можно купить книги в России, где все это не просто оправдывается, а приветствуется. Весь этот масштаб репрессий или в каких-нибудь дискуссиях кто-либо из современных неосталинистов начинает разоблачать либералов, которые упрекают Сталина, а на самом деле расстреляли вовсе не 700 тысяч человек, а всего 300 тысяч человек. Такое оправдание, да? Или вообще, да, конечно, они все враги народа и были, правильно, что их расстреливали. Время такое было, надо было вот к войне готовиться. Ну, или оправдание Сталина до сих пор тоже по полной, а он до конца-то ж не знал, что там происходит. Это вот такие самые, такие гуманные сталинисты, он просто не знал, а потом разобрался, навел порядок, отодвинул, отстранил Ежова, назначил Берию, и вот репрессии прекратились. Мы были единственной страной, мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захвачкам. Все так, плюс. Ну, в общем, все это кошмар и ужас, потому что не было приведено процесса над всеми этими чудовищными преступлениями сталинизма. Сравниться они могут только с преступлениями Гитлера или по размаху Пол Пота. Ну и то, Пол Пот же там не совсем идеологически убивал, а просто это был ненужный ему шлак, там все эти взрослые, все эти горожане. А вот чтобы так идеологически все это еще с врагами народа, ну тут Сталин, конечно, на первом месте. Ну и к истокам, да, с чего же все-таки все это началось. Конечно, не совсем вдруг, потому что террор был, в принципе, естественным инструментом у большевиков для достижения своих целей, и они его не скрывали. Мы это уже не раз упоминали, они так и говорили. Красный террор в ответ на белый террор, на контрреволюцию, ну начиная еще с 1918 года, в ответ на покушение на Ленина, например, или на убийство товарища Урицкого в Петрограде. Поэтому мы будем свой заложников брать, убивать, ну и фабрикация дел. Сразу же это вот, например, Гумилев, это же задолго до большого террора. Раз бывший царский офицер, значит, у вас какая-то есть организация, все быстро происходит, сотни людей изобличены, и все это начало 20-х годов. Ну вот и стало одним гениальным поэтом в России меньше. Стоило ли переживать? Весь ужас, конечно, был там еще впереди. Ну и вот, соответственно, были отработаны все эти системы, когда дела легко фабрикуются, когда никакой особенно доказательной базы не надо, когда всех можно пытать, а потом выносится приговор, тут же исполняется, причем даже не до конца понятно, где вот, например, Гумилева расстреляли, до сих пор до конца непонятно. Ну все это в нашем родном Петрограде происходило. И потом вот, как казалось, ну все-таки, ну вот большевики добились победы, ну вот 20-е годы, ну вот НЭП, сотни тысяч мигрантов политических, которые находились в это время за границей, сидели буквально на чемоданах, потому что были уверены, сейчас все это рухнет, ну не может это все долго продолжаться, потому что у большевиков нет никакой экономической базы, крестьяне их ненавидят за вот все, что в деревне происходит, потом еще, ну как, люди же не могут без конца жить в страхе, поднимется какое-нибудь наконец-таки восстание, и они периодически бывали, как вот Кронштадтское, оно же тоже было после гражданской войны, или крестьянские восстания в Тамбовской губернии. И как все это было глубоко ошибочно, потому что если поначалу Сталин действительно мог сводить личные счеты, когда боролся за власть, то там был конкретный круг людей, достаточно узкий, вот Каменев и Зиновьев, вот Троцкий, но он уже к концу 20-х годов, в принципе, всего добился, когда можно было Каменева и Зиновьева, исключив из партии, довести до того, чтобы они сами каялись, там со слезами выходили на трибуну, умоляли о пощаде, их можно было даже милостиво принять обратно. А с такими упрямцами, как Троцкий, сначала ссылка, а потом просто выслали из СССР, ну и казалось бы, на что он уже может повлиять? Ни на что. Это все опять-таки вот объясняя, пытаясь найти какое-то объяснение по следующим событиям. Но были и другие важные процессы, которые тоже привели Сталина к этому ужасу, связанному с репрессиями. У нас же как современная история воспринимается, концлагерь – это что-то такое нацистское, это что-то вот придумали фашисты в борьбе с хорошими людьми, с коммунистами, с честными, с военнопленными, с своими врагами. А на самом деле концлагеря придуманы были еще до Первой мировой войны, но тут эта печальная честь принадлежит англичанам во время Англобургской войны. Но потом все это расцвело и прямо так и называлось – концентрационный лагерь, концлагерь в Первую мировую войну, а дальше все это переняли большевики, когда за колючую проволоку могли загнать тысячи своих противников. Ну ладно, это годы войны, а потом война закончилась, и ничего не прекратилось. Самый вот печально известный, ну один из первых концентрационных лагерей, так называемый «Слон» – Соловецкий лагерь особого назначения. Он же был создан в 1920 году. На Соловках, соответственно, это вроде бы и подальше, избежать оттуда трудно, и вот первые политические именно там и оказались. Ну кто это были? Это меньшевики и эсеры. Это, да, идейные враги, но тогда еще поначалу не подразумевалось вот всего этого размаха жутковатого, тем более что там хватало борцов с царским режимом, тех людей, которые уже прошли царские каторги, которых так не напугаешь ссылкой или тюрьмой. И там даже режим у них поначалу был сравнительно такой либеральный, они могли ходить по острову, их никто не заставлял поначалу, во всяком случае, работать, у них там были свои собственные дискуссии. Ну все это на каком-то этапе большевикам надоело, потому что в 1923 году условия резко ужесточили содержание политических. Я еще раз говорю, мы говорим в первую очередь о политических врагах, которые в принципе ничего плохого может быть и не сделали, просто возражали, которые считали, что большевики действуют неправильно, недостаточно гуманно, например. Но тем не менее такие же социал-демократы, все безусловно за марксизм и социализм, ну так вот, условия ужесточили, а там вот еще раз повторюсь, это же люди, которые прошли достаточно долгий период борьбы за свои убеждения, и они там пытались возражать, акцию протеста устроить. Ну и тогда по ним просто охранники, чекисты начали стрелять, погибшие, но опять-таки это все еще начало 20-х годов, многих меньшевиков лично и Ленин знал и даже уважал по-своему, поэтому, в общем, была назначена комиссия, разобраться, что же там произошло. И вот такой первый шаг к будущему этому размаху преступлений, причем лицемерных, лживых, это когда комиссия делает свои выводы, что ничего страшного не произошло, это наоборот, просто обнаглели вот эти вот недобитые контрреволюционеры, меньшевики и эсеры, потому что они прекрасно жили, у них бараки были лучше, чем казармы охранявших красноармейцев, питались они тоже, видите ли, лучше, так они еще и требовали себе каких-то дополнительных условий, чуть ли не публичный дом, поэтому совершенно закономерно, что вот их попробовали поставить на место, а они, видите ли, там еще кочевряжились, поэтому, конечно, надо жестче с ними было. Но это вот 24-й год, когда примерно вот и был дан старт уже борьбе с политическими противниками, которая ничего не напоминала царские притеснения, царскую борьбу с политическими. Еще раз напомню, мы про это рассказывали, ведь этот опыт прошел и сам Сталин, он многократно арестовывался, он бывал в царских тюрьмах, он был сослан, он находился в ссылке в Таруханском крае, и ему там не понравилось, он писал жалостливые письма, мы про это рассказывали, при всем при том, что ему еще и деньги полагались, его держали вовсе не за колючей проволокой, ему оплачивали дом, где он должен был жить, ему там полагалась отдельная комнатка, вообще-то, и еще вот скромные деньги, которых, ну, с голоду не умрешь, но ему, видите ли, хотелось там и потеплее одеваться, и питаться, чтобы с мясом, ну и какие выводы Сталин сделал? Он же в итоге не передумал бороться с царским режимом, поэтому надо как-то по-другому действовать, ну и вот Сталин начал свои вот эти страшноватые эксперименты, потому что он до конца жизни, он считал, что просто так вот содержать в изоляции, это неправильно, пусть они там работают, и вообще исправляются вот с помощью труда, это вот придумал Сталин, который сам, ну, помню, ни дня не работал, еще раз напомним, что когда он находился в ссылке, ему тоже никогда не приходилось работать, мог на охоту ходить, мог книжки читать, но не дай бог, чтобы его там отправили на какие-то лесоповалы, вот тут он все это по-своему переосмыслил, потому что все эти политические должны работать. Уважаемые наши зрители и слушатели, помогайте нам, пожалуйста, вы единственный источник и поддержка нашей дальнейшей работы. Можете считать себя соучастником каждой программы, потому что каждая из них создается исключительно на ваши донаты. Большое спасибо вам за то, что вы продолжаете их делать, и продолжайте, пожалуйста, делать так и дальше. Все способы, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы перевести нам деньги, они в описании программы. Загляните, сделайте донат и примите нашу благодарность. Если не получается деньгами, подпишитесь и поставьте лайк, это тоже для нас очень важно. Итак, экономическая составляющая, называемые вот эти каналы армейцы. А давайте сразу иллюстрацию посмотрим на то, как эти люди выглядели. Поначалу, разумеется. Ну, это вот надо строить, соответственно, нам в экономических целях. Беломор-канал, чтобы вот можно было из Белого моря доставлять грузы по каналам гораздо южнее, во внутреннюю систему рек и каналов. Вот тогда уже получается этой советской России. Просто там не такие простые условия через Карелию все это пробивать. А еще у нас ведь есть тысячи заключенных, бездельников, в том числе и политических. Так пусть они перевоспитываются, а заодно вот и пробивают сквозь карельский гранит вот эти вот новые каналы. Как все это будет хорошо, и государству не надо лишнего переплачивать, и люди перевоспитываются. Ну так вот, уже тогда столкнулись власти советские системы, все же это еще было, опять-таки, нужно все это подробно пояснять, все это достаточно быстро перешло под контроль НОГУПУ, потом НКВД. Это была не отдельная система, а все это вот в рамках вот этой вот репрессивной чекистской структуры, которая одновременно совмещала и экономические механизмы. Ну так вот, и все это в итоге-то и привело к тому, что, а что только Беломорканал? Тем более, что, ну, худо-бедно, какие-то результаты есть. Правда, смертность чудовищная. Неэффективно все это, ну, хоть какой-то будет прок. Ну, и вот как раз, а тогда еще, кстати, открыто обсуждалось, это вовсе было не тайно, это можно было в советских газетах прочитать. Смотрите, какой эксперимент, вот как вот Беломорканал, вот они, каналы армейцы, вот они перевоспитываются. Вчера еще был меньшевиком или каким-нибудь правоуклонистом, а сегодня вот удар на настройке работает. Ну, тогда еще надо оговориться, не чурались в конце 20-х годов придумывать какие-то экономические механизмы, например, что если ты трудишься на строительстве канала, то тебе там день идет за два, например, такой трудовой. Ну, срок у тебя быстрее закончится, может, пайка будет какая-то получше. Просто все это не долго продолжалось. Вот иллюстрация как раз пропагандистский плакат, где рекламируется ударный труд на постройке канала. Да все это жутковато вспоминать, потому что тогда-то и началось массовое строительство конца лагерей, потому что, ну, что там Беломорканал, мало ли где еще канала надо строить, а где-то еще лесозаготовки, а где-то в сложных условиях надо уголь добывать в Иркуте, например, или еще где-то в шахтах работать, а у нас тут вот есть заключенные, пусть они все этим и занимаются. А для того, чтобы советские люди не волновались, как все это происходит, ну, это тоже все драма, конечно. Присылают на Беломорканал, кстати, главного пролетарского писателя Максима Горького, который ходит там, смотрит на Соловках побывал и потом пишет в своей публикации просторные помещения, светлые, хорошее питание, люди вот перевоспитываются, понимают, что раньше они были неправы, условия вполне у них комфортные, надо эту практику, в общем, распространить и дальше. И все это вот... Здесь как раз на фотографии великий пролетарский писатель в окружении работников, наверное, ОГПУ еще, и в ходе посещения одного из лагерей можете видеть его фигуру в фуражке. Ну, вот это тоже жуть. Писатель вернулся, в общем, в Советский Союз, и он, конечно, неплохо привилегированно жил, но это надо было как-то отрабатывать, и он отрабатывал это все, оправдывая все эти чудовищные преступления. Но это еще только вот на рубеже 20-х, 30-х годов, но, тем не менее, начинается массовое строительство концлагерей, и это тоже все хаос, и дезорганизация чудовищная. Когда принимается, например, решение построить какой-нибудь огромный концлагерь где-нибудь в зоне вечной мерзлоты, чтобы там и уголь добывали, и сбежать не могли, вот в той же Воркуте, туда отправляются тысячи людей, в том числе и охранников, но не предусмотрено или не доставлено вовремя ничего, что связано там со стройматериалами или с продовольствием, там нечего есть. Там и охранники могут с голода помирать, пишут, оттуда шлют жалостливые телеграммы, если удается, но не важно, а поток репрессий все равно только растет. А еще у Сталина же на все всегда есть понятные объяснения. Если продукты не завезли, если уголь кончился на пароходе, который все это вез, это же диверсия, это же понятно, что все это враги недобитые и просто вот плохо отрабатывает НКВД, значит, надо жестче там все это, еще больше людей надо арестовывать, больше расстреливать, в итоге, в общем, через эту систему концлагерей сталинских прошло больше 10 миллионов человек. На пике в концлагерях в этих сталинских находилось до 3 миллионов человек, но это чудовищные, совершенно неадекватные цифры, особенно с учетом того, что большинство из них были, конечно, никакими не уголовниками, нереальными преступниками, а те люди, которые просто вот по разнарядке, грубо говоря, попадали, ну а потом, тем более уже, если все это такой трудовой получается, лагерь, где какая-то еще должна быть экономическая составляющая, так его надо наполнять этим человеческим материалом, тем более, что там убыль, несусветная, ну так и называлась, убыль, естественная убыль, они же там болеют от голода, умирают от невыносимых условий труда, лишний раз кормить их там никто не собирается, ну все у Шаламова подробно это расписано, который так и говорил, что это же лагеря смерти, где вот людей должны уничтожать, а перед смертью они что-то полезное еще может быть сделать, чем это отличается все от нацистских концлагерей? Ничем, кроме того, что у Сталина все это появилось и было опробировано, поставлено на поток гораздо раньше, ну и условия еще, если какая-то вечная мерзлота, если это Чукотка, ну просто страшно представить, а экономически не окупалось никогда, какие бы ни проводили эксперименты, как бы ни пытались экономить на всем, во-первых, там нужно все равно было практически всегда 300 тысяч человек охраны, которым тоже не сладко жилось в зоне вечной мерзлоты, но которых надо кормить все-таки, туда надо доставлять им продукты питания, потом все-таки у их командиров, у офицеров должны быть хоть сколько-то сносные условия отдельные, это же невольно наемные люди, которые вот завербовались, да, там, листарубы отправились, или золотодобытчики, их не надо там сторожить специально, они работают по найму, они работают за зарплату, за интерес, а тут все наоборот, всех людей надо этих охранять, работать они лишний раз, конечно, с усердием не могут, хотя там и нормы же были придуманы, выработки, но это выполнить было просто невозможно, сколько там кубометров было предусмотрено, ну вот, еще раз там шаламову отправлю, а Сталин верил до самого конца, даже когда, ну, уже там, послевоенные годы, эти концлагеря, чудовищная неэффективность, убытки, ему как-то осторожно пытаются намекнуть, что, может быть, уже как-то пора отказываться от этой бессмысленной экономической системы, нет, значит, порядок навести, давайте вот так вот попробуем, давайте вот здесь вот что-то организуем, и вообще, если это враги народа, провинившиеся, проштрафившиеся люди, дезертиры там, не дай бог, бывшие, или какие-то коллаборационисты, ну, после Второй мировой войны там хватало тоже этих людей, пусть отрабатывают, соответственно, не просто так в тюрьме посидят полицаи, бывшие, а тоже, чтобы они там трудом своим пользу приносили советской рудине, ну, и неважно, что все это не только не окупается, а еще и глубоко убыточно, ну, и вот предыдущую программу мы закончили на том, что в 1934 году был убит Сергей Миронович Киров, и это убийство как раз-таки Сталин, в числе прочего, и использовал для оправдания вот этих вот кошмарных репрессий, особенно с их размахом, и тоже все, ну, вот мы о нем же говорим, да, конечно, его личное, непосредственное участие, ну, хорошо, Кирова убили, в Смольном прямо убили, но достаточно быстро, там никакого, не надо было сложного расследования, выясняют работники НКВД, что Николаев, который пришел Кирова убивать, это человек-одиночка, потому что Киров во время убийства, судя по всему, просто лежал на жене Николаева у себя в кабинете, потому что они были любовники, Николаеву все это страшно не нравилось, он писал письма разные, никто на них особо не реагировал, ну, вот он обзавелся пистолетом, умудрился в Смольный пройти и Кирова, соответственно, застрелить, все, ну, вот такая трагедия, но какой там заговор, и все это Сталину страшно не нравится, когда ему об этом докладывают, и он просто дает задание, нет, вы мне найдите вражескую сеть, которая все это спланировала, которая все это организовала, и не просто так, а еще и по заданию, например, Троцкого, который к тому времени уже находился далеко за границей, и чтобы там побольше было участников, ну, там же никто в НКВД уж спорить не стал бы на том этапе, ну, вот так и начинается фабрикация дела, и по мере вот его развития, там, сколько Сталин не скажет, столько людей и прибавится туда, в эту вот, соответственно, преступную троцкистскую организацию, 50 человек, 500 человек, 5000 человек, и тоже немгновенно, соответственно, размах ко всему, к этому пришел, но на каком-то этапе Сталин там уже тоже злился, потому что руководил НКВД до 36-го года человек по фамилии Ягода, это, конечно, никакой вовсе не был гуманист, а точно такой же людоед, но Сталину, вот он казался слабеньким, потому что там побольше надо расстреливать и побольше казнить, а Ягода какой-то, видите ли, недостаточно инициативный, ну, еще там у Сталина были свои эксперименты в 36-м году, мы про них рассказывали в предыдущем цикле, про властителей, про вождей, ну, или скорее про тех людей, которые могли бы стать советскими вождями, но не стали, и там, соответственно, московские процессы, через которые прошли и Каменев, и Зиновьев, и Бухарин, все те, кто потенциально мог бы стать лидерами Советского Союза, но чем они отличались, это же поначалу Сталин пытался действовать, ну, вот, в таком максимально открытом поле, вот смотрите, вот в большом зале, вот мы привели, но первый процесс и был как раз-таки над Каменевым и Зиновьевым и их там ближайшими приспешниками, а они каются, а вот Каменев и Зиновьев во всем признаются, что да, мы там еще до революции вели подрывную работу, мы там еще в 18-м году планировали Ленина убить, а потом занимались вредительством, где-то хотели отравить советский народ, где-то там мы взаимодействовали с иностранными разведками, вообще мы английские шпионы, вот, пожалуйста, смотрите, все так и есть, можно их фотографировать, даже адвокаты кое-кому разрешат, и Каменев и Зиновьев действительно все это с трибуны воспроизводят с унылыми подавленными лицами, а потом Сталину все это надоело, ну, судя по всему, к третьему процессу, потому что там же он разоблачил на втором процессе, ну, как, сами себя разоблачили, Радок и Пятаков, а это все высшие руководители советского государства, там еще много было людей, которые до недавнего времени с плакатов или со страниц газет приветствовали марксизм, а тут оказывается враги народа, ну, вот, на третьем процессе, когда там уже разоблачали троцкистов, соответственно, Бухарин туда попал, вот, любимчик Ленина тоже там каялся, тоже вот во всем признался, соответственно, но там еще был известный большевик Кристинский, вдруг он заупрямился, на каком-то этапе, вот, когда ему дают слово, он вместо того, чтобы просто, вот, расстреляйте меня, а он говорит, кое-что в моих показаниях все-таки не совсем так, не очень-то методы были ко мне применены правильно, ну, понятно, что их всех пытали там, и тут вот, ну, такой сбой, и вот Сталина как-то тоже все это разочаровало, что это такое, что это за, вот, мы проводим открытый процесс, а вдруг еще кто-нибудь там выкрикнет что-нибудь иностранное, журналисты лишний раз что-то услышат, правильно ли все это, и потом все это так долго, да еще и с адвокатами, да еще и по нескольку дней идет, да надо как-то ускорять этот процесс, тем более, что там накопилось у него личные неприязни к разным людям, причем не обязательно, чтобы они его непосредственно обижали, а просто вот ему, может быть, не нравилось, что они его не считают за могущественного вождя, говорят с ним, например, на ты, помнят Сталина тогда, когда он еще был никому не нужный и совершенно неизвестный, непонятно, зачем вообще Ленин его возвысил, от всех этих людей надо, конечно же, избавиться, и вот тут Сталина начинает лично всем этим заниматься, буквально вот распоряжаясь, что вот этого, вот этого и вот этого надо арестовать, изобличить, а так как придумана была самая простая и несложная схема по разоблачению, царица доказательств это признание, просто вот признался, что да, чтобы тебе не инкриминировали, там, что ты английский шпион или немецкий шпион, или вредитель, все, этого достаточно, а если ты по-хорошему не признаешься, ну, тебя там будут пытать, достигли вершин мастерства, палачи в НКВД всего этого, и гордятся давить, у нас вот есть улицы чекистов до сих пор, наследники чекистов до сих пор у власти. Ну, в общем, старт был дан в 1937 году вот этому резкому скачку с ростом репрессий, причем лично Сталин, в принципе, и распорядился, причем как водится, вот он любил все эти без конца совещания, какие-нибудь конференции, пленум, и там вот выступает с докладом и говорит, вот сейчас зачитаю там название этой работы, о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Как вот звучит, да, недостатки. То есть мы-то, конечно, разоблачаем двурушников троцкистских, недобитых, но недостаточно, потому что мы с ними и либеральничаем, мы с ними дискуссии пытаемся вести, а пора от этих дискуссий переходить к выкорчевыванию, ну, он так и говорил, выкорчевыванию, да, и разгрому. Ну, тут вот перешли, соответственно, к этому размаху, когда там, ну, поначалу формировались списки, в том числе и им лично, он многих там знал, а потом перешли к самому вообще простому способу. Вот сколько не есть там, например, управлений ОГПУ, просто туда спускается разнарядка, разоблачить. Столько-то врагов народа, пять тысяч, например, там, за месяц, ищите, как хотите, ну, там понятно, что никто не отказывается, берут под козырек, а потом еще готовы брать повышенные обязательства, а потом можно к этому еще прибавить и еще прибавить, сколько бы там тебе не сказали, разоблачишь, тем более, я уже еще раз повторюсь, схема была достаточно отработана. Там, ну, все бывшие, например, под это подходят, если ты бывший дворянин, или бывший царский служащий, или бывший предприниматель, купец, кулак, даже там отсидевшие, выпущенные, все, это готовое уголовное дело, потому что просто готовый враг народа. А если и этих людей не хватает, ну, там доходило уже до дикости, когда просто могли там по списку брать, ну, понятное дело, что подходили прекрасно все по национальному признаку, соответственно, чем это отличается, кстати, от нацистов, если поляк, ну, понятно, что польский шпион, если немец по происхождению, значит, немецкий шпион, но в нашем родном регионе в Санкт-Петербурге это привело к тому, что были депортированы или казнены все финноязычные жители, ну, практически все. Это все тоже началось еще раньше депортации, потому что, если приграничная полоса, например, ну, Советский Союз готовился к нападению на Финляндию на Карельском перешейке, ну, соответственно, все, кто там проживал, подлежали принудительной высылке, ну, все это, опять-таки, чем от нацизма-то отличается, если по национальному признаку, ну, ладно, поляки, ладно, финны, но там корейцы, например, одни из первых, вот, подверглись тоже массовым депортациям и репрессиям, почему? Потому что у нас там назревают или уже идут конфликты с Японией на Дальнем Востоке, а как вот простому крестьянскому, ну, выходцу из крестьян, красноармейцу, русскому отличить корейца от японца? Поэтому тоже всех, вот, всех азиатов из этой зоны просто депортировать, это не повинны, а если кто-то заупрямится, так мы его и разоблачим точно так же, как японского шпиона, и неважно, что Корея к тому времени уже была превращена в колонию Японии. Ну, так вот, и размах, соответственно, репрессии, когда счет арестованным идет на сотни тысяч уже, и понятно, что там не может быть уже никаких реальных процессов, каких-то расследований, и все, и вот тоже все это то, что Сталином было придумано и реализовано, тройки, так называемые, когда три человека решают судьбу просто на потоке, буквально по одной минуте у них уходит на дело, фамилию зачитали, проголосовали, и приняли решение, и там, в принципе, всего два варианта, расстрелять или не расстрелять, ну, соответственно, если не расстрелять, там тоже оправдания никакого не может быть, а там 10 лет лагерей, 20 лет лагерей, ну, чтобы, соответственно, он не просто в заключении находился, а поехал там и трудом своим отрабатывал свою контрреволюционность, а если приговор выносится смертный, то понятно, что тоже никакой апелляции не может быть, а приводится в исполнение тут же, особенно это все, вот если в застенках НКВД, прямо в подвалах, а потом вечером грузовики все это увозят на какие-то полигоны, где массовые захоронения, где эти трупы все сбрасывают, прикапывают, ну, и вот около каждого крупного города появились эти страшноватые кладбища, и самое ужасное, что до сих пор, вот, ну, в 90-е годы, соответственно, когда была реабилитация, появились какие-то памятные знаки хотя бы на этих местах, а вот сейчас уже в 21 веке, в 2000-е эти памятники стали исчезать, в том числе и вот у нас в окрестностях Ленинграда, причем с кого начали, польский знак, например, ликвидировали, убрали, причем тайно, потому что это все были враги народа, а вовсе не какие-то невинные жертвы репрессий, причем многие большевики тоже не совсем понимали, что происходит, особенно старые так называемые большевики, это же такое самопожирание происходит, еще раз повторимся, ведь, ну, ладно там бывшие царские офицеры, но там же не было, вот если большевик, то его не трогать, ничего подобного, мы уже приводили этот пример, но еще раз напомним, вот съезд победителей прошел, вот там больше тысячи участников, и большинство из них потом были изобличены как враги народа и казнены и расстреляны, из первых членов политбюро в живых остался только Сталин, все остальные были точно так же казнены и расстреляны, из членов ЦК выбранных вот как раз таки на этом съезде победителей почти 80% тоже были разоблачены как враги народа и казнены, но там не могло быть столько врагов народа, это вот личное уже помешательство, конечно же, собственно, Сталина, и вот буквально за два года количество приговоренных к высшей мере наказания составило примерно 700 тысяч человек. меня в 35-м исключили за связь с чужим элементом. С чужим элементом была мать, старушка-мать жила у меня, она попадья, вот вам, пожалуйста, за это меня тут через партию, и сразу отвели в камеру. А камера вот в четыре раза меньше вот этой комнаты. Два на два, это бывшая кладовка в Кулацком доме. Два на два, два на три, вот так вот. Сделаны там двойные нары, и 28 человек вот туда, а кошка маленькая такое, как кладовки бывает, духотища страшная. Я был 29-й, когда открыли, так, ну, прямо на меня жаром бросило. Зашел я туда, и все знакомые лица там сидели. Вот так. Я был ошарашен, конечно, я не мог сообразить, как, что, почему. Что значит за активная работа против партии, советской власти? Я честно работал, выполнял то, что надо, и не было никаких, ну, просто, ну, не знал, за что, за что. Ну, потом, когда разговаривали с этими ребятами, там же сидели, начиная от колхозника и кончая директора лесхозов. Разный контингент был. И каждый, значит, объединялся в том, что он работает против партии советской власти. А потом был... Через три дня меня вызывает он, Позняков, и дает вопрос. Следствие располагает данными, что вы занимаетесь активной работой против партии советской власти. Я отвечаю, ничего подобного. Он пишет, я расписался. расскажите свою автобиографию. Ну, я ему рассказываю все. Ну, я вступал в партию, вступал в комсомол. Я не скрывал, что у меня брат за границей. Не скрывал, что я сын священника. Я шел с открытой душой. С открытой душой. И после этого, значит, еще две недели поддержали в залуче. Потом отправили в старую русу, в тюрьму. Там раза два вызвали. Все-таки глупые вопросы задавали. Очные ставки делали, вплоть до того, что, значит, очные ставки с замклубом. И он рассказывает, Павлик, ты помнишь, я к тебе пришел в 1934 году? В июне месяце мы сидим, ты на диване лежал, я сидел, я говорю, как ты такой грамотный парень, такой энергичный, умный, и в такое захолустье залез? И ты мне сказал, знаешь, Гриша, я боюсь, что меня после убийства тиреров разоблачат, и поэтому я сюда уехал. Тиреров-то еще не был убит в июне месяце. Не надо бы молчать и подписать же это. А я, значит, как же я мог говорить, когда Сергею Мироновичу убили в 1 декабря. Сволочь, ты можешь, ты контр, что хочешь, можешь сказать. И меня на тройку пустили, тройка меня судила, и я уже узнал в тюрьме, что мне 10 лет КР. Вот так вот. КР это? Да, контр. Все так, плюс. И мы продолжаем. Я напомню, что речь у нас идет о большом терроре и о том размахе, которые приобрели все эти процессы. Ну, давайте просто для иллюстрации. Об армии, конечно, речь еще будет у нас идти позже, но вот здесь фотографии первых пяти маршалов советских, и, в общем-то, у троих из этих первых пяти маршалов судьба как раз заканчивалась расстрелом. Ну, выжили только Ворошилов и Будён и два вот сталинских приятеля, и то это просто им повезло, мало ли, что-нибудь там заподозрил бы Сталин, и их бы тоже там отправил, и все бы мы узнали, что и они были там английскими шпионами. А Егоров, Блюхер и Тухачевский, да, были казнены первосоветские маршалы, опять-таки, это ж сколько было ну вот у советских людей абсолютно непонимания. Еще вчера тебе его показывали как вот славного героя гражданской войны, песни пели в школьном учебнике, а потом вдруг это враг народа изобличен, надо срочно бежать там чернилами замазывать, страницы выдирать, а то потом кто-нибудь еще и скажет, что а что это вот у тебя портрет незамазанный врага, народа до сих пор существует. Ну, в том числе и благодаря Довлатову распространена вот версия, что гигантское количество было доносов. Это так, действительно, доносы массово писались, это все очень облегчало работу НКВД, но вовсе не все арестованные были жертвами этих доносов. В принципе, даже если бы не было ни одного доноса, это же не значит, что НКВД некого было бы разоблачать. Здесь любопытно скорее другое. Да, вот доносительство, да, вот за анекдот, за какую-то неправильную шутку, но вот в числе прочего у нас там очевидец расскажет свои впечатления, а те, кому вот повезло весь этот кошмар пережить, рассказывали, что атмосфера была очень такая своеобразная. Вот к тебе подходит, например, незнакомый человек или знакомый человек даже и рассказывает анекдот про Сталина, а ты же понимаешь, что это тебя просто проверяют, это же вот проверяют, как вот ты на это среагируешь, и ты поэтому, соответственно, должен пойти и доложить, вот такой-то человек тогда-то рассказал мне такой-то анекдот, а я как сознательный советский комсомолец или просто трудящийся, вот считаю своим долгом доложить. Ну и, соответственно, ты же видишь, что все эти работники НКВД, особенно из фильмов, они такие проницательные, разумные, но время сложное, все вокруг кишит шпионами и диверсантами, поэтому надо бы проверить вот людей, и тебя просто проверили, поэтому ты пошел и отработал, а вовсе никакое преступление не совершил. Так они все это и воспринимали в ту эпоху. И еще раз напомним, там истерия, конечно, была, ну, несусветная, особенно когда вот советские люди читают все это в газетах, что Кирова, убили их там сотни, их там тысячи, все этими шпионами кишмя кишит, пояс сошел с рельсов, диверсия в шахте, несчастье какое-то случилось, это вредители специально все подстроили, изобличено, ну, правда, там обычно все по факту, потому что просто так советская власть очень не любила про происшествия писать, потому что у нас все только хорошо, может быть, но когда начинается какой-то процесс, ну, и опять-таки, эта шестерия, она же стимулировалась в том числе, и там даже можно показать, когда там добровольно-принудительно трудящихся отрывали от станков или от сбора урожая, собирали на эти партсобрания, где им зачитывали эти решения об очередной группе разоблаченных врагов народа, надо было тоже на это как-то реагировать, требовать, соответственно, чтобы вот всех вот этих вот предателей, изменников, врагов, взбесившихся, собак срочно казнили, не надо с ними никак либеральничать, и с такими, соответственно, плакатиками, да, или с знаменами выходили. Эти вот в данном случае у нас на иллюстрации, на транспаранте речь идет о правых отщепенцах. Это Бухарин, Рыков, Томский, ну, вот в первую очередь Бухарин, любимец партии, по выражению Ленина. Что там могли эти люди понимать в происходящем, страшно представить, но, наверное, уже до такой степени все это было задавлено, безропотно, конечно, шли, и если почитать вот газеты тех времен, там вообще уже на каком-то этапе никаких других сообщений нет, кроме отчетов о разоблаченных врагах, о врагах и публицистике, причем известных писателей, да, которые требуют еще больше изобличать врагов, ну, правда, сами многие потом становились разоблаченными врагами, ну, вот что там в головах, соответственно, людей происходило. Ну, и тоже надо, может быть, еще оговориться, мы так вот сейчас говорим, подразумевается, что все вот политические репрессии, действительно, размах политических был шокирующим, но, конечно же, в концлагерях оказывались в том числе и уголовники, то есть, ну, вот реальные преступники, которых тоже иногда умудрялись, работники, даже уже, получается, не НКВД, а милиции, все-таки это были разные службы, но поймать, да, вот, вор какого-нибудь карманника или грабителя или насильника, но там же это только при царской власти делили отдельно политических и уголовников, Сталин все это перешагнул, с какой стати? Пусть они все вместе перевоспитываются, и вот как раз таки вот эта вот жутковатая среда с ворами в законе, со своими вот кодексами, со своим замкнутым миром, она же как раз в эту эпоху и сложилась, ничего похожего, ну, может, какие-то отголоски вот из лихих людей были когда-то в царские времена, но вот как каста такая специфическая, все это сложилось именно при Сталине, причем как раз таки это же свои идейно близкие, вся вот эта шариковщина, да, вор, да, грабитель, но он же идейно близкий, поэтому получается, что в этих сталинских концлагерях они по-своему могли быть еще привилегированными, именно уголовников назначали десятниками или старшими по баракам, а дальше вот весь их беспредел заточками, когда они разыгрывали всех этих политзаключенных, да и не жалко, это же все враги народа, что там их жалеть, но опять-таки там все это у Шаламова подробно расписано, какое там еще может быть перевоспитание, и вся эта система досталась потом в наследство и до сих пор воры в законе, а когда все начиналось, вот именно вот в эти вот страшные тридцатые годы, ну и вот прервались мы да там на том, что остановиться это невозможно, потому что в числе прочего, например, принимается закон о том, что к уголовной ответственности можно привлекать с 12 лет, потому что в 12 лет уже можно быть тоже оказывается преступником, политическим преступником, и ну там были же у Сталина почитатели на Западе, и он любил иногда их привечать, интервью какие-нибудь давать, и вот не последний человек там во время такого, Роман Ролан, известный интеллектуал, спрашивает Сталина, вот ну хорошо ли с 12 лет, а Сталин не моргнув глазом говорит, так это же профилактика, это же мы так заранее, чтобы бдительность повысить, чтобы вот никто из подростков не вздумал встать вот на какой-то порочный путь, чтобы они знали, что их ждет, а так нет, нет, что вы, нет, конечно, никого не казнят, ну и врал, и лицемерил, там единственное, что все-таки отправить на смерть 12-летнего ребенка, приговорить к высшей мере наказание, вот единственное, что требовалось для этого, это вот согласие там прокурора, например, высшего советского, или там какого-нибудь, ну лично Сталина, может быть, а так все то же самое, тоже вот тройка, вот разоблачение, просто они его не тут же казнят, а должны еще спросить соизволение в Москве, ну и все остальное там просто по по мере того, как все это росло, это вот печально известный там закон о трех колосках, потому что с голоду-то помирайте, а только попробуйте что-нибудь с колхозного поля, какую-нибудь картофель там утащить, ну и то же все это упрощает, соответственно, разоблачение, неважно, что дети останутся сиротами, если их мать разоблачили, но там, в принципе, ничего в советской власти не смущалось, что такая категория, член семьи врага народа, да, такая аббревиатура специальная, которых тоже отправляли в свои уже жутковатые детские лагеря, где их должны были перевоспитывать, а в реальности этих сирот там зомбировали, превращали тоже в безропотных исполнителей, ну и тоже вот достаточно долго, например, меня когда спрашивали, вот, а у меня, получается, не было никого репрессировано в семье, и только вот год назад я узнал, что, конечно же, и мою семью не миновала эта участь, просто вот сама атмосфера, сам страх людей, в том числе и моих родственников, приводило к тому, что все это скрывалось, потом ничего не рассказывали, не афишировали, вот мой родной дед, отец моей матери, только год назад удалось выяснить, он в Риге просто родился, нашлись документы, а он советский офицер, прошел Вторую мировую войну, ну и откуда он там, непонятно, а у него отец был штабс-капитан при царской власти, и, конечно же, его арестовали в 20-е годы, в 30-е, это мой прадед, получается, и отправили потом в сталинское концлагеря, и он там исчез, но мой родной дед все это скрывал, особенно, когда стал сам советским офицером, никому нигде не рассказывал, ну вот этот вот страх и до полковника дослужился, мой отец моей матери, но избегал всех этих историй, лишний раз не рассказывал, это вот про атмосферу страха, но теперь вот я знаю, что и в моей семье тоже репрессированы были, и в том числе, и да, в Красной Армии, вот то, что мы уже с вами упомянули, ну ладно маршала, ну ладно, лично был у Сталина конфликт с Тухачевским, еще вот во время так называемого польского похода, но вот просто по цифрам там, да, если зачитать, было расстреляно, расстреляно, изобличено, как врагов народа, 20 командармов, командиров армии, но это практически, это большинство командиров армии, 69 комкоров, командиров корпусов, это практически все командиры корпусов, но это все высшие, это генеральские должности, ну чего уж там говорить, что 153 командира дивизии, опять-таки, из примерно 200, 247 комбригов, командиров бригад, то есть это любой командир высшего звена вдруг разоблачался как враг народа, как сторонник Тухачевского или какой-нибудь тайный троцкист, там никакой логики, конечно, в этом не было, при всем при том, что там были реальные герои гражданской войны, в числе прочего были и способные, конечно же, командиры, там не только бездари были, и все это очень потом пригодилось, в том числе и Гитлер, он это не скрывал, и говорил, что размах репрессий в Красной Армии, ну чистки, это все называлось чистки, конечно же, никто не говорил, что репрессии, мы вычищаем от неправильного элемента, и когда кто, соответственно, должен возглавлять эти дивизии, корпуса, вчерашний ну тогда майоров не было там, а все они были со своими этими кубиками, шпалами, так и назывались, да, там комполка, комвзвода, командир батальона, так вот, вот эти вот люди, как правило, из крестьян, как правило, с минимальным образованием, как правило, без всякого военного опыта, но за... какая бы то ни была инициатива Красной Армии, не дай бог, ты проявляешь какую-то инициативу, вот есть приказ, ты ему следуешь, ну потом мы дальше будем рассказывать, каким катастрофам все это привело в 1941 году, и кто все это организовал, как не лично, товарищ Сталин, который, как нам рассказывают до сих пор, он же к войне готовился, он-то мудрый, проницательный, он-то знал, что будет большая война, но готовился очень своеобразно, когда буквально накануне ее уничтожил практически весь высший командный состав, руками НКВД, но тогда, казалось бы, наверное, в НКВД какие-то были особенные привилегии, нет, потому что на этих же московских процессах вместе с недобитыми троцкистами-зиновьевцами был изобличен, во всем признался и отправлен на казнь, конечно же, Ягода, но так и Ежов, который вычистил, соответственно, органы НКВД от всех сторонников, всех людей, Ягоды, ну это вот, соответственно, сколько НКВДшников было казнено, но так потом же и Ежова изобличили как врага, преступника, предателя, он тоже во всем признался, плакал, каялся, казнили, а потом, соответственно, надо вычищать от людей, раз он враг народа, а каких-то людей он в НКВД назначал, ну так и их всех надо вычистить, соответственно, но этим, соответственно, занимался уже Лаврентий Берия, ставленник Сталина, который должен был избавиться от Ежовщины, но там можно даже показать, вот Ежовые рукавицы, это же выражение вот из тех, из 30-х годов, когда вот славный товарищ Ежов изобличает врагов народа, недобитых всех этих контрреволюционеров, ну а потом, правда, и товарищ Ежов, сталинский карли, как его звали, он был очень маленького роста, но ничего не пригодилось, как бы он не выслуживался. Ну как раз на берегу канала Москва-Волга товарищ Сталин и товарищ Ежов тут рядом, видно, кто какого роста, и там обрезан край фотографии, это шляпой и плечо Молотова. Ну там, по-моему, на этой иллюстрации Ежов еще больше готов сгорбиться, только чтобы на его фоне товарищ Сталин там повыше выглядел, и не пригодилось, и Ежова разоблачили, ну ладно, казалось бы, это все здесь, у себя, внутри, вот они все у нас здесь под рукой, а попробуй там дотянись до врагов, до белогвардейцев, которые успели сбежать после гражданской войны или Троцкого, ну и здесь Сталин ответственно занимался борьбой и скоренением всех этих своих личных врагов, потому что, ну самое известное, там были убитые десятки людей за границей, кого-то даже похищали, в Советский Союз привозили, ну так вот, ну самое известное, это операция по уничтожению Троцкого, это за океаном, это в Мексике, это были задействованы десятки работников НКВД, первое покушение оказалось неудачным, Троцкий выжил и пришлось организовывать сложную такую спецоперацию, чтобы пришел под видом марксиста, ну получается, там он, там длинной цепочкой, мы рассказывали, тоже в одной из программ, Меркадер, и ледорубом убил Троцкого, но это была смертельная рана, он не сразу его убил, и вот Сталин мог быть доволен, это как вот надо было все организовать и проводить, ну теперь вот Путин, правда, на это на все равняется, то есть нигде невозможно было найти спасение от жажды Сталина, всех разоблачить, со всеми разобраться, и в принципе самоуничтожение могло бы идти и дальше, но тут вот не то, чтобы там Сталин одумался или спохватился, там же на каком-то этапе просто не хватало работников уже ни на что, потому что это все вокруг враги, некому командовать в Красной Армии, некому заниматься разоблачением следующих шпионов, и это вот тоже популярная, соответственно, теория сталинистов, что вот тут-то вот он с помощью Берии разобрался, что оказывается тут же много произвола, тут уж как-то надо бы порядок наводить с этими с незаконными репрессиями, и законные, а соответственно с незаконными, и даже вот началась какая-то реабилитация, даже кого-то отпустили, видите ли, вот из этих вот застенков НКВД, ну, все это, ну, так, очень условно, можно считать там счастьем, и никакого, конечно, прозрения не наступило, потому что дальше приближаются, соответственно, события уже Второй мировой войны. А давайте, раз у нас новый герой тут появился, посмотрим тоже в честные глаза Лаврентия Павловича, официальный портрет. Лаврентий Берия потом сам занимался лично реабилитацией невинно приговоренных к репрессиям людей, ну, потом его же бывшие соратники с ним как можно быстрее попытались разобраться, ну, так вот, но вот после того, как будто бы какое-то там отрезвление, какое-то вот успокоение, когда перестали по ночам массово приезжать черные воронки, репрессии не закончились, просто размах резко их пошел на убыль, а впереди новые страшные катастрофы, связанные со Второй мировой войной, и в том числе связанные с депортациями, когда счет шел на миллионы, опять-таки, это нацизм такой уже советский, исключительно, когда людей депортировали по национальному признаку, ну, будем рассказывать уже, соответственно, в следующих программах. Да, и перед финальным нашим аккордом я напомню вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы, посмотрите все способы, которые мы для вас приготовили, и выберите какой-нибудь для того, чтобы сделать донат. Вы очень нам этим поможете, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и те деньги, которые вы отправляете на покупку ежедневной, или еженедельной, или ежемесячной прессы, вы можете отправлять и нам. Все они пойдут в дело, и все они будут направлены на то, чтобы выпускать новые и новые программы. Большое спасибо вам за то, что вы нам помогаете, и если не получается помогать нам деньгами, то лайк и подписка это тоже очень хороший способ, и, конечно же, не пренебрегайте им, подписывайтесь, ставьте нам лайки, большое спасибо за то, что вы это делаете. И давайте еще один кадр, потому что здесь у нас неофициальный портрет уже товарища Беннина, а вот он, что называется, в естественной среде, в окружении других вождей, там за его спиной Жданов с усиками, Маленков что-то насупился, вот товарищ Сталин чуть на отшибе, товарищ Хрущев вполне узнаваем. Вот такая вот группа вождей. Да, и вот, да, конечно, паноптикум своеобразный единомышленников, террариум, да. Ну, и еще один момент, который тоже следует уточнить, все-таки, вот товарищ Сталин, получается, столкнулся с просто, видимо, каким-то коллапсом в экономике, как же это было объяснено, потому что предыдущий размах требовал все-таки какой-то логической точки. Что сказали гражданам? А ничего специально говорить не надо было, там не было никаких, не надо же было Сталину лично в чем-либо оправдываться, тем более, что все замалчивалось, тем более, что сколько бы в газетах не писали про разоблаченных врагов народа, там же не публиковали вот списки на тысячи, там казнили до трех тысяч человек в день, в отдельных городах, там, небольших городах, там, до трехсот, человек в сутки казнили, но это как раз вся информация не публиковалась, там были известны имена звезд, а что там происходит с командирами дивизий, корпусов, просто с офицерами Красной Армии, с крестьянами, ну, это все оставалось где-то в тени, можно было как-то догадываться, но еще раз повторюсь, атмосфера страха, ты лишний вопрос не задашь, ты никого ни о чем не спросишь, ну, может, как-то по дурости какой-нибудь там юноша спросит старших, а что такое происходит, и они, выпучив глаза в страхе, там, сами же на него, может, и донесут, что неправильные вопросы достают, может, это его в райкоме комсомола научили, и это просто проверка такая, как я уже говорил, как ты среагируешь, но вот такой вот неправильный вопрос, пошел, написал донос на собственного сына, потому что тебя просто проверяли, а не потому что там действительно какая-то крамола в его словах, ну, страх, абсолютно тотальный, и к несчастью от него до конца не избавились, всех дерзких для начала и расстреляли, и уничтожили, потом уже всех подряд, потом самых слабых и беспомощных заодно уже, ну, неважно по какому признаку, ну, и, соответственно, вот эта вот селекция, к чему и привела, к этой покорности, к этому страху, все это мы, в том числе, и в 21 веке в массовом вот народе видим, расхлебываем. Да, такой вот мостик современности оказался неожиданно прокинут у нас в конце этой программы, но мы не заканчиваем с товарищем Сталином, продолжим разговор о нем дальше, я напомню, что это канал «Ищем выход», это программа из цикла «Все так плюс», из мини-цикла, посвященного диктаторам Второй мировой войны, и товарищ Сталин, с ним не расстаемся, но впереди у нас, конечно же, война. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, мы прощаемся с вами. Всего хорошего, до свидания.